Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Нить Ариадны, программа, где наши гости, профессиональные психологи, помогают нам разобраться в лабиринте жизненно важных проблем и найти правильные пути их решения. Сегодня в нашей программе. Метод самовосстановления, или как с помощью раскраски для взрослых можно восстановить свой внутренний мир и убрать проблемы из жизни. В рубрике «Книжная полка» рассказ о книге Бориса Хигира «Энциклопедия имени вашего ребенка». На вопросы телезрительской почты ответит кандидат медицинских наук, психотерапевт Марк Евгеньевич Сандомирский. В рубрике «Рецепты счастья» рецепт о том, как правильно относиться к деньгам и улучшить свое материальное положение. Когда в последний раз вы брали в руке карандаши, краски или фломастеры? Не помните? Сегодня мы вам поможем вспомнить. Оказывается, можно улучшить свое здоровье, энергетику, успокоить эмоции и избавиться от стрессов и многих других проблем при помощи метода самовосстановления или раскраски для взрослых. О том, что это за метод и как он работает, мы поговорим сегодня с его автором, президентом Межрегиональной общественной организации «Просвязительский центр Сане» Александром Николаевичем Останином. Останин Александр Николаевич в 1983 году с отличием закончил Ленинградский химико-технологический институт имени Ленсовета и решил серьезно заняться наукой. Однако увлечение психологией привело к тому, что он решил оставить науку и активно занялся проблемами внутреннего мира человека. Президент Межрегиональной общественной организации «Просвязительский центр Сане». Автор более 15 книг и уникальной современной системы знаний о внутреннем мире человека. Разработал методы интегрального видения, арт-терапию, работы с формой и цветом, очищение внутреннего мира методом фильтрации, а также принципы работы с личной программой человека. Постоянно проводит семинары и индивидуальные занятия, обучая навыкам интегрального видения и работе с энергоинформационными потоками. Александр Николаевич, почему именно раскраски для взрослых? Как вам пришла такая интересная идея? Поскольку в центре мы развиваем метод интегрального видения, но видение энергии, информационных структур, пространственных, оно мимолетно, одно мгновение оно исчезло. Нужно, чтобы рисунок, картинка была зафиксирована. Для этого очень хорошо нанести цвет на бумагу. И плюс раскраски, они учат человека, мужчину и женщину учат работать с формой, и цветом. Это восприятие формы, чувствование гармонии, какой цвет выбрать, какой цвет с каким совмещается. В конце концов, это практика восстановления. Как работает ваша практика? Каковы ее плоды? Сколько людей к вам обращаются за помощью? Вообще, раскраски для взрослых пользуются популярны, в том плане, что этот метод очень простой. Он не требует неких философских изысканий. Мы говорим, преодолейте чуть-чуть собственную лень, возьмите фломастер или карандаш, если хочется, акварельные краски, и начинайте рисовать. И я сам себя рисую, но при этом я с помощью формы и цвета сам себя исцеляю. То есть я восстанавливаю свою внутреннюю целостность. Именно вот из этого мы исходим. И тогда человек выводит себя просто в другие состояния. И он чувствует, что от него многое зависит. Это просто арт-терапия какая-то? Да, это и есть. Элемент арт-терапии здесь, конечно же, присутствует. Мы все время работаем с цветом и формой. Мы все время в мире форма и цвет пребываем. Для нас это естественное состояние. Поэтому мы раскраски просто нагрузили определенными смыслами. И мы подсказываем с человеком, что он делает, как ему это лучше сделать. И все получается. Подожди, а ребенок может раскрашивать ваши картины? С точки зрения нашей концепции, концепции просветительского центра САНЭ, мы говорим, что ребенок становится взрослым, когда у него открывается статус. То есть он отвечает за свои мысли, поступки, действия. И это происходит в 11 лет. И поэтому в 11 лет ребенок, мальчик, девочка – это уже взрослые субстанции. И поэтому они могут работать с этими раскрасками. С какими конкретными проблемами можно работать человеку, вот раскрашивая ваши раскраски для взрослых? В целом, через перечень рисунков и через раскраски, а на сегодняшний день их 5 выпусков раскрасок, человек выбирает то, что ему ближе. То, с чем ему необходимо поработать именно сегодня, именно сейчас. И он выбирает этот рисунок. То есть вы никаких конкретных проблем не ставите, да? Мы ставим. Есть раскраски, которые ориентированы, например, раскраска номер 4 ориентирована на опорно-двигательную систему. Поэтому у кого возникли проблемы с опорно-двигательным аппаратом, они занимаются этим. У кого проблемы с обучением, с интуицией, раскраска номер 3 – восстановление интуиции. У кого возникают проблемы с дыхательной или пищеварительной системой – это раскраска номер 2, где все эти элементы на схемах представлены. Когда проблемы в целом с внутренним миром – раскраска номер 1. И завершающий выпуск номер 5, где мы еще раз описываем тела, описываем матричные структуры, то есть структуру внешнего и внутреннего я, то есть личностное ядро человека. И рисуя, по сути дела, самого себя, раскрашивая, переводя в различные тона, человек занимается самовосстановлением. То есть вы восстанавливаете внутренний мир человека. Конечно. И с этим уходят все проблемы. Ну, они начинают решаться. Это уже хорошо. Это не волшебная палочка. Это один из методов, который очень хорошо помогает. Стресс. Стрессы, которыми мы перегружены, они отступают. Потому что человек отключается от окружающей среды, находит возможность погрузиться в свой внутренний мир, взять карандашик, и вот эти плавные движения, которые совершает мужчина или женщина, они успокаивают и переводят, как иногда говорят физиологи, в мозг, в альфа-ритм, когда вот он совершенно в другом состоянии функционирует. Ну и плюс, мы же работаем не столько с плотью видимой, сколько вот с этими невидимыми структурами. А это и есть наши тела, системы, энергетические центры. То есть человек постепенно настраивается на познание самого себя. Вы знаете, вот вы так интересно рассказываете, мне кажется, это так легко и приятно, когда вот при помощи такого метода, рисуя, раскрашивая, возвращаясь даже немного к детству, можно решать ряд неких таких жизненных проблем. Александр Николаевич, что нужно для того, чтобы начать себя вот самовосстанавливать по вашему методу, по методу раскраски для взрослых? Самая большая проблема для тех, кто, ну, может быть, живет и в нашей стране, это лень. У меня есть колоссальные возможности, я их знаю, у меня даже может лежать раскраска, но я к ней не притрагиваюсь. Поэтому у вас плохое настроение, у вас плохое самочувствие, возьмите и порисуйте. Включите при этом, у нас есть великолепная релаксирующая музыка, которая восстанавливает, возвращает вам радость, возвращение к истокам, возвращение радости, замечательные композиции, и все, ваше состояние будет совершенно другим. Но я думаю, что для этого, прежде всего, нужно приобрести ваши раскраски. Конечно, конечно, и вы всегда это сможете сделать и в просветительском центре саны, они доступны, мы не делаем, это не продукт для посвященных, он сделан для всех. Мы продолжим разговор о методе самовосстановления или раскраске для взрослых через несколько минут, а сейчас в эфире рубрика «Книжная полка», где нас ожидает встреча с книгами, полезными для жизни, книгами по популярной психологии. Рубрику ведет пиар-директор издательства «Центр полиграф» Наталья Долгова. Часто ли мы задумываемся о том, что наше имя значит в нашей судьбе? И как оно подчас влияет на наш характер, на наши привычки, на то, каким мы будем, когда станем большими? Очень часто к подбору имени подходит, ну, очень легко и легковесно, я бы сказала. А на самом деле нужно руководствоваться совсем другими параметрами и критериями. А какими, я рекомендую для этого прочитать книгу, которая лежит сейчас передо мной. Это книга очень известного ученого, зовут его Борис Хигер. Вот эта книга, это профессор, академик, член Академии биоэнергетических наук. И человек, который об этом говорит, со знанием дела, потому что этой проблеме он посвятил более 30 лет своей жизни. Она называется «Энциклопедия имен вашего ребенка». Вот это наиболее полное издание, которое включает и мужские, и женские имена, а также отчество, а также в этой книге рассказывается о том, что означает конкретное имя. И это еще не все. Книги снабжены очень большим практическим материалом, в котором показано вот что. Скажем, как сочетаются имена, ну, предположим, Юлия и Виктор. Какое имя нужно давать человеку, который родился летом в определенное время, или зимой, или же весной и так далее. Оказывается, что, например, Екатерины, которые рождены весной, родители не отличаются от Екатерин, которые родились, например, зимой. Борис Хигер также в своей книге очень много и подробно исследует такое понятие, как отчество. Оказывается, не только имя, но и отчество, а также вот фонетические, фонетическое звучание отчества также влияют на характер и судьбу человека. Мы надеемся, что наша информация заинтересовала вас, и вы захотите, если не купить, то хотя бы пролистать эту книгу. Читайте, узнавайте, выбирайте имя вашего ребенка. Мы надеемся, что оно будет счастливым, и судьба вашего ребенка тоже будет счастливой. Продолжаем наш разговор о том, как можно при помощи метода самовосстановления или раскрасок для взрослых избавиться от многих проблем в жизни. Приступаем к практической части, Александр Николаевич. Что нужно делать, с чего нужно начать? Помочь настроиться на работу с раскрасками может помочь еще одна из наших прикладных разработок. Она была самой первой. Это альбом «Внутренний мир человека. Гармония формы и цвета», который мы выпустили вместе с Университетом технологии дизайна в Санкт-Петербурге еще в 1996 году. Но он пользуется до сих пор популярностью, поскольку он позволяет восстанавливать внутренний мир человека в целом. Не только мужчины, не только женщины. А если мужчина и женщина, уже друг друга встретили. Поэтому они могут с альбомом работать одномоментно. То есть это еще и семейная такая психотерапия? Это не семейная. Я еще раз повторяю, это альбом для человека, потому что в семье не обязательно могут быть половины. Альбом позволяет восстанавливать внутренний мир. Начинается все с обложки. Когда человек просматривает обложку альбома, настраивается на работу, и дальше необходимо просмотреть все 11 рисунков. И первый рисунок, если вы на него посмотрите, то он представляет, как бы там изображено в целом, дана схема внутреннего мира человека. Метод основан простей. Это метод созерцания. Глаза сами выбирают, какой геометрический фрагмент, какого цвета надо выбрать, и как долго на него смотреть. То есть то, что выберут сами ваши глаза, да? Да, вы скользите, хорошая поза, вы расслаблены, успокаиваетесь, и в результате напряжение уходит, уходит усталость, меняется качество энергии, и начинается процесс внутренней работы, внутренней коррекции. То есть каждый рисунок, он служит для работы с какой-то конкретной проблемой? Сначала идет коррекция в целом, а затем мы начинаем работать. Здесь представлены базовые программы, на которых этот внутренний мир выстроен, и они корректируются. Мы интуитивно понимаем, где у нас расхождение, то есть альбом как камертон, через который мы делаем все время внутреннюю подстройку. И поэтому, работая ежедневно с альбомом, в течение месяца вы можете существенно улучшить свое внутреннее состояние. Качество энергии будет другим, вы почувствуете себя по-другому. Порой головные боли отступают, то есть идет процесс внутреннего раскрепощения. Ну и плюс, если сначала мы в целом поработали, то следующий рисунок, мы переходим и работаем с головой. Некоторых смущает, что голова у нас изображена в виде прямоугольника, но такая информационно-энергетическая структура. И когда энергия головы, с ней все в порядке, мы переходим к работе с позвоночником. И работа с позвоночником предполагает, что будут проработаны все отделы. Начиная с шейной, грудной, поясничной, крестцовой. То есть каждому соответствует определенная картинка. И вот здесь, если общий вид, голова, они целостны, для целостного человека сделаны, то дальше идут по два варианта для каждого отдела позвоночника. Один более мягкий, другой более жесткий. То есть ян и инь, где идет процесс согласования. В результате альбом позволяет восстановить интуицию человека. Он лучше видит, он лучше воспринимает информацию, лучше учится. Он по-другому себя ощущает в окружающей среде. Поэтому альбом восстанавливает то, чтобы вот работала, как мы говорим, вертикаль. И вот эта вертикаль, которая все время работает за счет энергетических центров тел, она помогает человеку. Необходимо просмотреть все 11 рисунков. И акценты человек расставляет так, как ему хочется. Где-то хочется подольше задержаться, он задерживается. Где-то поменьше, поменьше. И заканчивается все рисунком для глаз, чтобы снять напряжение с глаз. Через один глаз выход на материальную нашу, на плоть. Через другой глаз выход на тот внутренний мир, который мы не видим. Идет процесс согласования, материального, энергоинформационного начал. И вы находитесь в гармонии. Вы устали, посмотрели альбом, усталость ушла, и вы готовы дальше к активной творческой деятельности. И к жизни. Алексей Николаевич, есть ли какая-то строгая последовательность в просмотре картин? Или человек может выбирать по своему усмотрению? Лучше все-таки их просмотреть все. Начиная с обложки, обложка настраивать, по какому пути вы внутри альбома пройдете. Этот путь выбирается. И дальше просмотреть все 11 рисунков. По порядку? Начиная с первого. Начиная с первого. Там указаны рисунки, как расположение альбома. Вы просматриваете удобная поза, и работа будет совершена. Это простейший вариант, где все усилия. Тут ничего не надо знать. Сколько минут можно посвятить вот такому упражнению? В целом, достаточно даже и 10 минут, чтобы уже прошла коррекция. Каждый день или сколько раз в неделю? Как часто к этому возвращаться? Все будет зависеть от того, какие задачи вы ставите. Если задача существенно изменить качество энергии в области головы и позвоночника, желательно осмотреть каждый день. Снимается напряжение, вы тогда в состоянии релаксации уйдете в отдых. Уйдете вот так в отдых, он будет более полноценным. Хороший отдых – залог здоровья. Замечательно. А теперь давайте перейдем к раскраске для взрослых. Но, правда, после нашей очередной рубрики настало время ответов на письма телезрителей. Сегодня, среди многочисленных писем, которые приходят в нашу передачу по самым разным психологическим проблемам, мое внимание привлекло письмо Натальи, 32-х лет. Вот, что она пишет о своей семейной жизни. «Мой муж, когда приходит с работы домой, а по выходным даже весь день напролет, проводит, уткнувшись носом, свой компьютер. Выходит, общение с компьютером ему дороже меня. Как мне его перевоспитать?» Уважаемая Наталья, конечно, очень сложно в семейной жизни перевоспитывать мужа или жену. Лучше по возможности принимать своего супруга таким, каков он есть. И попытки изменить другого человека напрямую обычно приводят только к ссорам и могут привести к большим проблемам в семейной жизни. Но можно попробовать делать это посвенно, на личном примере. И первым делом нужно поискать то общее, что может объединять вас с мужем не только в области близости, не только в области быта, но и в области интеллектуальных интересов. Давайте подумаем, зачем вашему мужу необходимо столько времени отдавать общение с компьютером? Для него компьютер становится способом эмоциональной разрядки. И очень много семей, в которых мужья ведут себя таким же образом, но они могут уходить не в компьютерную, вымышленную, виртуальную реальность, а убегать из реальной жизни в спортивный зал, на футбольный стадион, на рыбалку, проводить время в бесконечном ремонте автомобиля собственными руками или даже в 20-й раз переклеивать обои дома. В любом из подобных случаев муж как будто бы физически присутствует дома, но мысленно его нет. И для того, чтобы вернуть себе его внимание, нужно найти, что же дает ему эмоциональную разрядку и отдых для души. Что вернет вашего мужа на семейную почву? Какое-то простое занятие, которое для него приятно и служит эмоциональным отдыхом. Например, общение, игра с ребенком или какое-то другое занятие. А если такое совместное с мужем занятие будет трудно подыскать, вот тогда уж ничего другого не остается, как попробовать на время присоединиться к мужу в его компьютерных развлечениях. Но только на время, для того, чтобы лучше понять его и самое главное запомнить, какие чувства, какие ощущения ваша совместная с мужем подобная деятельность вызывает. И постепенно расширять эти чувства и эти состояния на другие совместные способы проведения досуга. По сути, вам, Наталья, необходимо стать для своего мужа домашним психотерапевтом. Уверяю вас, у вас это вполне получится. И тогда муж бросит свой компьютер и вернется к вам опять. Итак, переходим к раскраскам для взрослых. Александр Николаевич, расскажите нам, пожалуйста, как действуют ваши чудо-картины, как они исцеляют людей и помогают людям избавиться от многих жизненных проблем. Как работает ваш метод в деле? Даже работая с раскрасками, человек попадает в ситуацию выбора. Потому что за прошедшие годы, после того, как мы нарисовали альбом, мы занялись раскрасками, где уже человек не просто созерцает, а где он наносит цвет и работает с формами. Работают как формы, работает так и цвет. И самое важное, подключите к процессу творчества, это творческий процесс работы с раскрасками, подключите свою интуицию. Все раскраски имеют разный цвет, разную обложку по цвету. И поэтому первое, что вам предстоит, попробуйте интуитивно сориентироваться на цвет. Доверьтесь, и вы выберете. Не надо там закрывать глаза, просто поверьте интуиции. Вот какой хочется. Красный, черный. То есть красный цвет папки, да? Сколько всего папок? Еще раз повторяйте. Всего пять. Да, зеленый. И поэтому можно сориентироваться на цвет. Можно сориентироваться на название, если вы знаете, какая у вас проблема. Поэтому вот выбрать. Выбрать папку, а затем по любой раскраске можно провести экспресс-диагностику. Какие папки, с какими проблемами у вас существуют? Ну, например, популярностью пользуется папка, где мы восстанавливаем интуицию. Деяно даны схемы всех энергетических центров человека. Мы дали основные центры, многие знают их как чакры, но мы дали дополнительные центры видения, получения информации, анализа, синтеза, сердечности, центры законов, центры возможности. Поэтому у человека есть возможность восстановить свою интуицию. Но с другой стороны, он интуитивно выбирает, с какого рисунка начать. Можно рисовать все подряд. А можно мысленно, зная, сколько в перечне рисунков, ну, например, мы можем взять раскраску как раз номер 3, и вот здесь у нас 24 рисунка. И он интуитивно выбирает номера, например, 7, 10 и 15. И дальше смотрит, открывает папку, и он смотрит. 7 – это сахасрара чакра, самый верхний центр. 10 – это центр анализа. И 15 – центр возможности. Понимаете, и человек сам себя восстановит. У него будет другое состояние, другое качество энергии. Ну и плюс, это можно сделать и по-другому. Можно просмотреть все рисунки данной папки и выбрать те схемы, которые вам понравятся. Это человек, мы учимся доверять своей интуиции. – То есть мы можем выбрать либо просто по цвету папки, либо по цвету темы, над которой эта папка предлагает поработать. И потом мы можем выбрать, уже если переходим к работе над конкретными рисунками, мы выбираем их либо по порядку, либо по любому числу, которое нам понравилось, либо по любой картинке, которая нас привлекла. И практика показывает, что человек знает свои болевые точки, проблемные точки, и он их легко находит. – То есть организм сам подсказывает человеку интуиции, какую проблему выбрать, над чем работать. – Просто мы говорим, это выбор оптимального пути. И здесь присутствует элемент творчества. Это укрепляет веру мужчины или женщины в собственные силы. – То есть ошибиться невозможно? – Понимаете, вы все равно, вам будет казаться, что это не так, но практика показывает, что вы выберете именно то, с чего необходимо начинать. Не всегда это очевидно, но тем не менее. – Асен Анатольевич, хотелось бы, чтобы вы показали примеры таких раскрасок. Я знаю, что вы принесли с собой примеры ваших учеников. Как бы вы могли это объяснить? Как показать, как это можно раскрасить? И что это означает? – Одна из проблем, которая связана с избавлением от страхов. И вот если мы видим, что в начале страхи просто обнимают прямо человека, они повсюду, со всех сторон, то уже на другой картинке уже работа идет совершенно другая. То есть меняется цветовая гамма, меняется состояние. И мы говорим, лучше сбросить энергетические ненужные структуры на лист бумаги, чем держать внутри себя. Это избавление от проблем. Поэтому не надо бояться, что, например, эти рисунки будут плохими. Вам не нравится этот рисунок. Вы его берете и просто рвете. Вы берете и рвете. И поэтому вы берете и выбрасываете. Да, и проблемы нет. Получается, что вот вы сейчас рассказали как бы действия вашего метода. То есть раскрашивая ту или иную свою проблему, человек сбрасывает эту проблему на лист бумаги. Он раскрашивает не проблему. Он раскрашивает определенный фрагмент своего внутреннего мира. Но там уже внутри может содержаться проблема, некая дисгармония. И вот эту ненужную энергию, ненужную информацию он сбрасывает на лист бумаги. И если ему не нравится, он берет это, разрывает и выбрасывает. Чтобы не было эффекта памяти. Когда мы просматриваем рисунки с негативной информацией, мы возвращаем к себе те состояния, которые были. Как долго можно работать над одним рисунком? Иногда работа идет часами. Это, кстати, вырабатывает усидчивость, помогает обрести концентрацию. Человек совершенно по-другому воспринимает цвет и форму. И мы говорим, главное не торопиться. Главное тщательно прорабатывать те формы и мельчайшие детали. Чем тщательнее вы проработаете, тем выше будет эффект. Если вы не успели, отложите работу на завтра. Поэтому незадача в один день что-то быстренько проработать все схемы данной раскраски. Не торопитесь. И тогда эффект будет потрясающим. Многие помогали себе выйти из депрессии, восстанавливали свое здоровье и просто пребывали в состоянии любви, чистоты, гармонии. Замечательный метод. Не знаю, как нашим телезрителям, а мне он очень понравился. Я непременно сяду за ваши раскраски и порешаю какие-то свои проблемы. И тогда, если вам нужен будет комментарий, вы всегда можете обратиться к нам. Обязательно. В завершении программы ваши пожелания нашим телезрителям. Вот то многоцветье, которое оно есть, оно должно быть. И будет оно внутри нас или нет, зависит от нас. Поэтому, работая с раскраской, работая с альбомом, мы делаем так, чтобы спектр наших внутренних состояний, он стал шире, богаче, чтобы мы были открыты навстречу тому миру, в котором мы находимся. Спасибо вам огромное. Пожалуйста. И в заключение нашей программы рубрика «Рецепты счастья». Сейчас, во времена изобилия, многие стремятся улучшить свое материальное положение. Но далеко не всем это удается. Может быть, мы неправильно относимся к презренному металлу, как-то не так думаем о деньгах. Первое условие для того, чтобы у человека не переводились деньги, нужно не бояться быть богатым. Второе важное условие – не надо употреблять слова «хочу» и «желаю». Нужно говорить и думать так. Мне надо, чтобы у меня всегда были деньги на все, что мне необходимо. Третье условие связано с детством. Многим из нас родители говорили, «Сейчас у меня нет денег, мы честные люди, откуда у нас может быть столько денег?» Многие выросли с ощущением, что деньги бывают у нечестных людей, и праведники должны жить в бедности. Все это мешает во взрослой жизни зарабатывать столько, чтобы хватало на все наши потребности. Если ваше детство прошло в бедной семье, представьте, что все было совсем не так, что ваши родители всегда покупали игрушки, которые вам нравились. Переиграйте свое прошлое. Представьте, как родители говорят, что деньги есть, сейчас я куплю тебе эту игрушку. Забудьте родительские фразы о нехватке средств. Четвертое условие – никогда не говорите и не думайте, что денег нет. Наши мысли и слова во многом формируют обстоятельства. И если мы часто думаем или говорим денег не хватает, денег нет, то силы природы решат, что это именно то, чего мы хотим, и устроят так, чтобы денег действительно не хватало. Пятое условие. Очень важно, чтобы ваше настроение не зависело от количества денег, которыми вы располагаете. Нужно, чтобы ваша душа была спокойна и во времена, когда вы едва сводите концы с концами, и в периоды получения существенной прибыли. В этом случае силы природы будут способствовать пополнению вашего кошелька. Будьте здоровы и богаты! Наша передача подошла к концу. Мы ждем писем и звонков с вашими вопросами и предложениями. А я, ведущая Татьяна Матвеева, прощаюсь с вами. Помните, что из любой ситуации всегда можно найти достойный выход. И в этом вам поможет программа «Нить Ариадны» – надежный проводник в лабиринте жизненных проблем. До свидания и будьте счастливы! Субтитры создавал DimaTorzok